Функциональное зонирование, если вы не проанализировали, кто будет вашим резидентом, под кого проектировать инфраструктуру, под кого создавать инфраструктуру. Ну и соответственно в этом бизнес-плане и модели мы не сможем учесть с 10-5% даже погрешностью стоимость строительства, если мы хотя бы предварительно не накидали нашу инфраструктуру в мастер-плане. В этом я сейчас не говорю про какой-то конкретный расчет уже сметы из ПСД, но хотя бы на этапе мастер-планирования эти заплаты надо тоже прикидывать. Это на самом деле вам и даст понимание, когда вам проектировщик выдаст ПСД со сметой, вы будете на самом деле уже для себя понимать, насколько те затраты, которые предлагают, те проектные решения, которые предлагает проектировщик, они в принципе соотносятся с вашими планами, а главное с вашими возможностями. Да, финансовая модель тоже один из обязательных документов, то есть если раньше было в предыдущей версии программы просто указано, что должна быть финансовая модель, зачастую регионы продавали ее в PDF, то сейчас есть рекомендации, требования уже в финансовой модели, это обязательно должен быть файл Excel. По Excel, которым не должно быть каких-то циклических формул, ссылок, все эти элементы, они должны быть между собой реально очень сильно взаимосвязаны, то есть любая муфин-модель должна быть возможность быть проверенной, то есть любую формулу, любую ячейку можно прочекать. Поэтому это тоже тот момент, на который отдельно эксперты обращают внимание и в прошлом, в этом году эти вещи заставляли отрабатывать, доделывать финансовую модель улучшать. Повторюсь, очень хорошо, что сейчас появилось требование финансовую модель в Excel. Раньше этого не было, и многие просто этим пользовались, загрузили 100 страниц PDF-а, но нет никакого правила, что у нас в Excel, поэтому эксперты научились, пытаясь искать документы. По презентации, опять же, я уже сказал, что это не является каким-то обязательным документом, но мы его очень рекомендуем сделать. Основная выжимка, основные параметры вашего проекта, обращайте внимание на какие-то ключевые вещи, площадь парка, основная бизнес-модель, на чем мы будем зарабатывать деньги, какие-то основные схемы, не надо все схемы из мастер-плана пытаться перенести в презентацию, какие-то основные, которые дают понимание об общем векторе развития проекта. Обязательно надо вынести все ключевые параметры, сколько будет резидентов, какой объем инвестиций этих резидентов запланирован на территории парка, какой объем выручки по годам резиденты будут генерировать. Это все те цифры, по которым будут скалаживаться те баллы общие, про которые говорил Борис. То есть есть какие-то баллы 0.4 и 0.2 за бизнес-клана, за фирм-модель, за мастер-клана, еще вот за каждые эти параметры, за все эти оценки, стоит огромная такая эксцесская портянка, куда вносятся все параметры всех заявителей. Просто-напросто они автоматически рассчитываются. И вот если эксперт не нашел цифру в ваших документах, она там не появилась очень плохо. Она должна появиться, поэтому выносите все основные, вот еще раз, те параметры, на которые принципы этой программы обращают внимание. Объем количества резидентов, объем их инвестиций, объем выручки резидентов, количество созданных рабочих мест и налоговое отчисление резидентов как консолидированной бюджетной системы, так и в отдельные бюджетные системы муниципалитета, регионы и федерации. Стойкость вашего проекта и сроки, которые вы реализуете как в свою инфраструктуру, так и, соответственно, резидентов, которые вы посадите за полки парка. Да, ну и еще есть один такой нюанс. По программе, то не менее 20% внебюджетного сфинансирования каждый как должен иметь. Но, по-моему, там даже есть какая-то больность за более высокую, более внебюджетное сфинансирование. Вот был вопрос по поводу ПСД. Смотрите, вот есть точка отсечения по 20% — это минимум. Но нарастить этот процент вы можете и за счет тех вложений в проект, которые уже были заранее осуществлены. Но тут есть такой нюанс. Вот я говорил про декомпозицию. То есть понятно, если у вас новый парк, и вы что-то уже дорогу купили построить, вам ее зачтут вот в этом общем бале, в котором будет видна ваша 40% доля финансирования инфраструктуры. Но если у вас существующий парк, то не получится зачесть какой-то объект, так скажем, предыдущего этапа. То есть нужно, опять-таки, чтобы это касалось этого этапа, этих полезных площадей и этих результатов, которые будут получены на этом периоде. Так, я, в принципе, наверное, по документам у меня все. Давайте, у нас есть еще 5 минут до перерыва, мы готовы сейчас ответить на вопросы. Потом мы уже продолжим сообщение за чашкой кофе, и потом вернемся через 25 минут сюда, в зал. Да, Александр, попросите. Вопрос, кстати, задержать наполнительно, что мы говорим о ПСД на инфраструктуру? Мы говорим про ПСД на все те объекты, которые ты хочешь построить. То есть включая инфраструктуру. Все объекты, которые ты строишь, если есть необходимость разработки ПСД, они должны быть, ПСД должна быть разработана. Смотри, ПСД не нужна только на оборудование. Если ты в составе заявки хочешь получить финансирование на оборудование, это тот случай, когда ПСД не всегда нужна. Но, опять же, в зависимости от того, как ты будешь монтировать, как ты говоришь. Что-то про сети нужно. Но ты имеешь в виду, что ты хочешь с двумя ПСД прийти? На линейные объекты тоже ПСД нужно. В принципе, по-моему, это не рекоментировано. Попробуй заявиться с ПСД только на инфраструктуру. Сети настройки. Можешь? Можешь. И без объекта. Смотри, да. Вот ты же не будешь, подожди, ты должен принести ПСД, на те объекты, которые ты будешь по программе строить. А субсидию вы берете на оборудование? Если ты эту инфраструктуру строишь, значит, ты приносишь ПСД на инфраструктуру. Можно? Можно? Да. Саша, мы об этом расскажем. Саша, нам считаться какая. Экспертизу на инфраструктуру. Обязательно можно показать основание чего-то, где инфраструктуру строить. Это обязательно связка к объектам недвижимости. То есть они должны быть или уже построены, или по ним параллельно вестись разработки документации, которые обосновывают необходимость создания этих объектных инфраструктургов. То есть их не нужно по экспертизу, но объяснять эксперту необходимо. По земельным участкам? Нет, подожди. А как ты рассчитал? По земельным участкам или по объектам, по которым ты идешь? Это все директно, потому что на экспортизе земельный участок? Да. Там недвижимость нужна где-то. Вообще вопрос интересный и там много нюансов всплывает, когда экспертиза начинает ваши документы изучать. И многое зависит от того, кто в этой экспертизе работает, в вашей региональной. Потому что вот в этом году какой был случай? Например, вот в первом от Гултаева, парк, это Термский край, они столкнулись с экспертизой, с требованием, по-моему, это было у них задвоить категорию. Да, категория – это снабжение. То есть эксперты докопались до сути, так сказать, вопроса. И выяснили, что те компании, скорее всего, которые будут там размещаться, у них, по-моему, по первой категории они там должны идти. То есть у них два источника питания должно быть. И как бы и появилось требование к проекту парка предусмотреть подключение от альтернативного источника питания дополнительных мегаватт. Например, такой нюанс. Но он, на самом деле, не праздный, он там у многих, скорее всего, возникает. Просто по-разному его решают. Но на самом деле дизель-генератор не решает вопрос для производственного здания. Как правило, не решает. Хотя и так часто выкручиваются. На что можно это разнить? Да, хороший вопрос. Ну, собственно, все объекты линейной инфраструктуры. То есть это получается постройка, реконструкция? Смотри, давай, внутренняя инфраструктура. Вот строительство. Внутренняя инфраструктура. Внешняя инфраструктура. Включая плату за тех присоединения. Здания. Оборудование. Как общего пользования. Так и офисное оборудование. Вот такие все вещи. Дальше. Возможна реконструкция. Сетей и зданий. Но на этом все. Получается либо стройка, либо оборудование. Нет, ремонт, забудьте слово. Либо стройка, либо реконструкция, плюс покупка оборудования. Да, но по оборудованию общего пользования. Какая ситуация. Нет такого запрета, но я очень не рекомендую настоятельно идти с заявкой покупки оборудования общего пользования и все. Этот элемент может составить заявки, если вы создаете парк и еще оборудование общего пользования покупаете. Тогда да. А вот если вы просто оборудование хотите купить, то он на это будет так, косовато смотреть. Скажите, а Минек не просит заключения аудиторов от утверждения затрат? Андрей, а заключение аудиторов это госэкспертиза. Нет, нет, нет. Экспертиза, независимая аудитория не требуется. Потому что если взять Москву, например, то по СПИКу в качестве подтверждения затрат Москва просит заключение аудиторской компании. Нет, не просит. Такого требования нет. Но просто по СПИКу там речь идет о финансировании бизнес-проекта. Поэтому подключается аудитор. Это не просто капитальные инвестиции. Да, коллеги, смотрите, вот на самом деле тоже касательно ответа на этот вопрос. У нас должно быть два положительных заключения. Одно положительное заключение, если как из-за проектной документации. И положительное заключение у проверки достоверности и смертной стойкости. Но, в принципе, они проходятся вместе. Просто одно будет готово чуть раньше, другое будет чуть позже готово. А что есть форма подтверждения 20% участия? Ну, платежек нет на этапе подачи заявки. Не может быть. Это какое-то... Заявление. Соотвращение может быть с управляющей компанией. Гарантийное письмо. Андрей, ты чем подтверждал? Ну, посмотрите. Были случаи, когда, не знаю, было подтверждение письмо было от нескольких регионов. Письмо... Сейчас, сейчас смотреть. Было письмо за подписью губернатора. Подтверждаю привлечение... Что я кого-нибудь трюк, участники. ...в объеме не менее 20%. Вот в нескольких случаях первый год это прошло. Просто это была такая целомная партия проектов. В этом году все. У тебя должно быть соглашение, письмо какое-то. Уже вот инвестор. Монтуры готовы? Да. И вот коллеги Самаре готовы ответить на 100 вопросов. А, готовы, да? Да. Пожалуйста. Я как раз в этом году прилагал документы. Это было письмо от Сбербанка о том, что они готовы софинансировать проект на территории Барка. Да. То есть есть источник. За определенным объемом финансирования. В зависимости от источника у вас документы разные. Одобрение. Это не предварительное одобрение. Это просто было письмо от одного из руководителей филиала Сбербанка, который подтверждал, что готов участвовать в этом проекте. В конкретном проекте с определенной стоимостью финансирования, которая составляла примерно 20% по стоимости всего проекта. Он резидент, что ли? Нет, он не резидент. Я пришел с проектом Сбербанка, мы готовы 20% профинансировать, но это до кредитного комитета решения и до всего. Мы просто всем дали письма. Это формальное письмо. Плюс свои еще деньги. Да. И тут возникает другое еще условие Миняковское, оно даже зафиксировано в нормативке, что они требуют, чтобы 20%, допустим, если вы по нижней планке идете, вот 10%, то есть половина этих 20% должно быть вложено до 1 июля года получения сенсибида. То есть, например, в этом году до 1 июля. Как регион трактует эту норму? Он ее трактует буквально. Там просто написано, как «обеспечить преимущественное вложение». Как это для оказывается. Регион трактует это так, что сначала должна управляющая компания вложиться, а потом им дать деньги. Вот, поэтому вот после 1 июля только там ряд регионов выдал деньги своим продающим компаниям. Хотя, Витя, я думаю, немножко. Коллеги, у меня есть предложение организационное. Давайте мы сейчас сделаем большой перерыв. Сложим вообще, в том числе за чашку копия. Потом... ...потом... ...потом...